добрый вечер добро пожаловать на канал про жизнь сегодня мы с вами приготовим соус острый с томатами его называют по-разному огонек чемчак называют также еще называют его кобра мы его будем готовить с хреном этот соус что нам понадобится это помидоры помидоры лучше брать домашние мясистые сладкие вкусные которые нет для сока а именно для того чтобы работать с соусом который мясистый и насыщенный вкус яркий значит здесь 400 граммов нас очищенного чеснока 2 полуострых 2 острых перца и где-то 50 грамм хрена очищенного также нам понадобится соль приступаем к работе подготовим наши овощи и специи для того чтобы делать аджику значит я беру полностью перец целиком тогда он злее если вы хотите уменьшить остроту вы можете почистить перец но делайте это очень осторожно потому что руки у вас чувствительные и горлышко тоже значит вам нужно делать все в перчатках я чистить не буду мы хотим чтобы поострее наша аджика было корень хрена мы нарезаем на порционные кусочки такие небольшие чтобы наша мясорубочка справилась с ним так и помидоры мы должны подготовить для того чтобы перекрутить попки отрезаем бывает неровности некрасивости их тоже вырежем на такие порционные кусочки чтобы было удобно складывать мясорубку мы подготовим ну возможно сок с помидоров у нас течет его не нужно добавлять в нашу кобру и так таким образом мы подготовим наши овощи мы подготовили наши овощи вырезали все неровности попки вырезали у помидор нужно сказать что не обязательно такие красивые ровные помидоры выбирайте специально покупать у нас в расход пошли те помидоры которые уже вот-вот переспелые не совсем такие кондиционный вид который имеет на то это и такой у нас соус чтобы использовать все скажем так не очень красивые помидоры сначала мы с вами перекрутим чеснок перец и хрен для того чтобы не задохнуться когда этот процесс идет мы с вами сделаем вот что мы возьмем на нашу мясорубочку оденем и завяжем целлофановый мешочек тогда у нас не будут капать слезы когда мы будем делать производить этот процесс перекрутки ну и особо чувствительным да у которых кожа очень нежная можно одеть перчатки я завязала наш мешочек значит у нас наш тем будет вот сюда вот попадать вместе чесноком все приступаем к работе 3 часы перекрутили наш чеснок френ и получается острый перец и не острый перец теперь мы отложим эту смесь и будем сейчас перекручивать с вами помидорки для особо смелых можно сделать так кто не боится ни хрена ни перца ни чеснока вы ставите крупную сетку на мясорубку и по очереди толкаете сюда помидоры чередуете с перцем чесноком и хреном тогда у вас процесс будет идти без сучка без задоринки но предупреждаю нужно будет наверно маску одевать теперь пришла очередь поженить наши ингредиенты значит мы избежали участи некомфортного состояния значит мы сюда поместили наш чеснок горький перец полу горький перец теперь у нас здесь четыре с половиной ну где-то грубо говоря четыре килограмма наших помидоров перекрученных и мы добавляем 4 столовые ложки с горкой соли я считаю что сахар добавлять не нужно потому что у нас очень сладкие мясистые помидоры домашние так сейчас мы перемешаем наши ингредиенты да нужно сказать что обязательно используйте стеклянную малированную либо пластмассовую посуду потому что металлическая алюминиевая посуда может дать процесс произвести процесс окисления так мы сейчас аккуратненько все перемешаем и оставим пожениться наши продукты где-то на часок можно даже на полчаса достаточно и разольем по стерилизованным баночкам из четырех с половиной килограмм помидоров 400 граммов чеснока 50 грамм мы использовали хрена два острых и два не острых перца и получилось вот такое количество продуктов то есть у нас 4 литра джеки неполная 350 миллиграммовая баночка ну и хотели вам показать что у нас получилось что посмотрите внимательно вот такой соус у нас получился скраплениями такими очень вкусными остренькими перца скраплениями очень нежными хрена очень приятный на вкус не очень жгучая не очень соленая получилась такая у нас аджика приятного аппетита я думаю что очень вкусно ее подавать к мясным блюдам и просто даже покушать с борщом приятного аппетита наслаждайтесь друзья поскрипнул мы решились на эксперимент теперь у нас не только красный но и желтый огонек желтый огонек мы готовили по тому же рецепту я надеюсь что он такой же вкусный как и красный огонек попробуйте может быть вам тоже понравится хранить наш огонек нужно в холодильнике но я думаю что долго там он не задержится приятного аппетита